Пол года на ютубе. Я уже пол года на ютубе, вы представляете? Ну, вы-то понятно представляете, а вот я вот вообще не могу это представить, у меня не укладывается это в голове. Неужели прошло полгода с того момента, когда я лежала в 2 часа ночи в своей кровати, пыталась заснуть, и у меня пришла мысль о том, что я хочу канал. И почему мне, кстати, пришла эта идея в голову? Потому что я увидела ролики про медицинский университет, и они все такие были нытейские, а некоторые просто какой-то бред. Меня так бомбило. Я скинула в беседу своим одногруппникам, все девчонки посмотрели, тоже просто все побомбили на эту тему, типа вообще нытики какие-то. Вот, я говорю, вот было бы классно, свой канал, и что-то мы так заболтались, мы, по-моему, до 5 утра что-то переписывались, и в итоге... В итоге вот канал. И суть в том, что я не хотела снимать видео именно только на медицинскую тему об университете медицинском. Мне это, ну, на самом деле, не так интересно, тем более есть классный канал Илья Вчарникова, называется он Мед, я оставлю ссылки внизу. И вот он с ребятами мутит реально классные видео на тему медицинского университета, прям с шутеечками, я смотрю и такая, да, да, это оно, так и было. Так что, если вам интересен мед, если вы хотите туда поступать или вы там учитесь, идите смело к нему, вам понравится. У меня видео про медицину достаточно мало, но, тем не менее, иногда они появляются, редко, вот. Что я могу сказать за эти полгода? Они пролетели очень быстро. Я записываю видео для вас регулярно, раз в неделю, стараюсь, по-моему, я ни разу еще не пропустила, стараюсь как можно делать это регулярнее именно. Чаще у меня никак не получается, я пыталась, ну, нет, это уже слишком для совместительства с учебой, с фотографией и тому подобное, но, в общем, сложно очень. Поэтому, я надеюсь, вас устраивает этот выход видео регулярно в понедельник, к ночи, иногда во вторник рано утром, если уж быть честным. И вот знаете, пожалела я или нет? Я абсолютно не пожалела. Почему я еще так, в принципе, достаточно быстро решила, что могу снимать видео? Потому что у меня был фотоаппарат. Я, как фотограф, у меня есть профессиональная техника, то есть вот сейчас я снимаю на объектив 50 мм, поэтому сзади у меня так все размылено. Надеюсь, я не мыльная. Вот он без автофокуса такого, чтобы я встала, вот он на меня сфокусировался, следил за мной, нет, там все достаточно тут сложнее. И вообще снимать оказалось, ну, сложно. Вот эти все микрофоны, что-то прям шумы, ну, короче, это реально сложно, я не думала, что это так сложно. Но, тем не менее, у меня была какая-нибудь какая техника, на которую я могла записывать себя. У меня были мысли, которые я хотела донести людям. Они сейчас есть, и вот, ну, прям вот это мне нравится. Знаете, вот за эти полгода я, например, перестала стесняться своего голоса. Ну, то есть раньше, если я стеснялась его, то сейчас, читая ваши комментарии, ну, мне вообще становится на душе хорошо, приятно. И вот я смотрю, у вас достаточно уже много для меня. И тем не менее, всей вот этой толпы, которая на меня подписана, все адекватные. Ну, нет, я не могу сказать, все адекватные. Все комментаторы адекватные. Вы пишете длинные сообщения, длинные комментарии, которые я читаю. И, ну, как история, мне очень интересно. Я, конечно же, вам отвечаю. Я вижу какой-то от вас отклик. Это классно. Если вы сами хотите создать канал, ну, все говорят, вот, придумайте четкую идею, которой никогда не было ни у кого, и только тогда создавайте канал. Ну, в принципе, на ютубе так на самом деле мало интересного, то, что цепляет. Особенно если сравнивать с зарубежными каналами, которые я подписана, я листаю иногда. И я понимаю, что некоторые видео, например, там по микрофонам я искала. Я просто смотрела уже за рубежом, потому что у нас в России ничего такого не было интересного, никаких вот этих сравнений, которые мне нужны были. Вот, и я нашла ответ именно вот у англоговорящего парня. Поэтому ютубу русскому еще расти и расти и расти. Если вы хотите, если у вас реально есть желание, то, блин, почему нет? Создавайте свой контент. Это классно. Мне кажется, стоит это делать. И вы потом сами себя будете пересматривать. Я себя пересматриваю редко. Нет, я себя не пересматриваю. Я пересматриваю влоги. Вот влоги реально интересно. Пересматривать свои, это как дневник с видео. Но влоги, блин, сложно снимать. Вот знаете, реально, влоги нормальные. Очень-очень сложно даже, ладно, не снимать, а монтировать. Вот вы попробуйте посидеть в этом, кстати, монтировании, это вообще отдельная тема. Вот попробовать нужно посидеть. Сначала нужно, чтобы компьютер вытянул эту программу для монтирования. Я в Adobe Premiere Pro мучу видюшки. Господи. Делаю, монтирую видео. В Adobe Premiere Pro, да. И это было немножечко сложно. Особенно, если кто-то с нуля это собирается делать, то это, блин, ну сложноватенько. Потому что я вроде как делала уже примерно видео раньше, ну, на другие темы. И для меня это было, ну, не так сложно. Но это запарно, это столько может уйти на это время. Вот это монтирование, обрезание, накладывание. Ну, это прям сложно на самом деле, честно. Поэтому, кто делает красивые, классные влоги, вот вы не думаете, что это так легко. Вы думаете, что, молодец, чувак, столько времени потратил сил. Вот, а я тоже хочу все домонтировать влог из второй половины лета. Я надеюсь, я это сделаю. Но я не могу ничего обещать. Если вам интересно влоги, тоже пишите вниз. Я хоть буду знать, что вам интересно. Про заработок, ну, YouTube реально платит мало. Ну, то есть, если у вас там нет, как у Ивангая, просмотров, то, я думаю, мало. У меня это что-то 1000 рублей в месяц. Но суть в том, что вам могут предложить рекламу. Это все понятно, это ладно, вы и так все знаете прекрасно. Классно тем, что вы можете попросить, например, книги, которые вы хотите. Которых вы хотите получить себе и рассказать людям. Вот, но вам их дают, наверное, как блогерши там с косметикой. Ну, блин, это на самом деле классно. И прикиньте, привозят тонну косметики, они там все пробуют. Ну, прикольно, на самом деле. В общем, в канал надо вкладываться. Вкладывать свои силы. Только тогда он будет отдавать вам какой-то доход, прибыль какую-то вам приносить. Я все-таки больше этим занимаюсь как хобби, потому что, ну, у меня очень-очень много уходит времени на учебу в меди. И канал как бы все равно на заднем плане. Он как бы так отдушина, что ли. Я что-то могу вам рассказать, что-то поведать о себе. То, что мне интересно. Может быть, интересно и вам. Вообще, раньше я была абсолютно незнакома с YouTube. Я не знала, что это. Я не смотрела никого. Кроме как, ну, когда загуглишь что-то и у тебя вылазит одно видео. Я только так смотрела. Это одно видео. Сейчас, по мере того, как я, ну, уже как-то больше понимаю, что такое YouTube, я начинаю подписываться на других людей. Мне становится прям интересно о том, что они говорят у меня. Я бы даже никогда не подумала, что мне может понравиться что-то из бьюти-блогеров. Ну, блин, мне на самом деле нравится. Особенно, если девочки дельно что-то говорят. Не только про косметик, вообще просто. Например, про жизнь, ну, в Америке или где-то за рубежом. Мне очень интересно, не даже, не в плане того, что я хочу туда переехать жить и вот присматриваюсь, каково оно там. А просто мне интересно, как живут другие люди. Как открывать бизнес в другой стране. Какая медицина, например, в другой стране. Я смотрю видео на английском. Потому что чаще всего я смотрю видео на английском. Такие дурачливые скорее. Ну, то есть не какие-то научные, потому что я, ну, у меня не хватит лексики. А вот такие, которые я бы не смотрела здесь. Типа о том, как живут парочки. Там всякие такие влоги, именно простые. Вот. Я смотрю примерно такие видео. Там прям разговор на английский. Мне очень интересно. Если вы изучаете, то, конечно, я вам советую искать такие каналы для себя. И вообще, просто очень много идей можно подчеркнуть на ютубе. Ну, я бы сто процентов всем этим не занималась. Не тратила бы столько времени, там, нервов в каких-то случаях. Если бы не получала от вас отдачу. Ваша отдача, ваши комментарии. Даже, ну, блин, на нравится. Если честно, я не смотрю вот эти ставьте. Нравится, пальчики. Ну, это я что-то на автомате говорю. На самом деле, я читаю ваши комментарии. Ваши позитивные, негативные, которых пока что очень мало. Я же говорю, у меня все какие-то адекватные комментаторы. В плане, ну, тупизм никакой не пишут. Вот. Я читаю вас. И очень мне приятно. И я понимаю, куда нужно двигаться дальше. Поэтому, наверное, под этим видео вы можете писать пожелания, что вы хотите еще узнать в будущем обо мне или вообще о чем-либо, чтобы я рассказала об этом. А главное, я расту вместе с вами. Это, ну, это вообще особенно приятно. Я, когда готовлюсь к видео, я узнаю еще что-то новое. Помимо того, что я уже знала. Ну, то есть, вот. Вот такие у меня ощущения за эти полгода сложились. Я надеюсь, вам нравится мой канал. И вообще, я буду очень рада и признательна вам, если вы как-то распространите его, посоветуете своим друзьям. Если он вам нравится, если он может понравиться им. Как всегда, приглашаю вас в свой инстаграм, там ссылочки будут внизу. И приглашаю вас в комментарии болтать. И задавайте что угодно, вопросы. Пишите о себе. Я уже некоторых людей прям знаю, ну, не в лицо, а... В смысле, я их просто знаю, узнаю по никам. И уже мне прям классно с ними переписываться, как будто знакомые. Ну, классно, честно. Все. Я все сказала. Если вы хотите заводить канал на ютубе, заводите. Если вы хотите заводить канал на ютубе ради денег, не советую. Честно, не советую. Для этого нужно вообще очень сильно вложиться сначала в него, чтобы потом что-то с него иметь. Ну, в общем, вот и все. Я побежала гулять с собачкой. Пока-пока. 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 Продолжение следует...